Развитие аграрного сектора, обеспечение продовольственной безопасности, последовательное наращивание объемов экспорта, удовлетворение потребностей населения в качественной плодовочной продукции являются важнейшими задачами. Этим аспектом особое внимание уделяет лично президент страны. Для этого создана и совершенствуется нормативно-правовая база, запускаются новые проекты и программы, призванные вывести сферу на качественно новый уровень. Этот процесс руководитель страны держит на личном контроле. Сегодня президент Шавкат Мерзиёев посетил агентство по карантину и защите растений, где ознакомился с планами деятельности ведомства, а затем провел видеоселекторное совещание по вопросам увеличения инвестиций и экспорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Свой сегодняшний предельно насыщенный рабочий график глава государства началось посещение агентства по карантину и защите растений. Структуры, от успешной работы которой во многом зависит динамичное развитие аграрного сектора. Сфера – мощный драйвер развития национальной экономики, повышение доходов и роста занятости людей. Последовательное развитие сектора зависит от многих факторов. Его системному росту пристальное внимание, причем каждому из направлений. Страна наращивает объемы выращиваемой продукции, глубокой переработки, выпуска товара с высокой добавленной стоимостью, расширяет географию экспорта. На личном контроле держат президенты развитие сферы карантина и защиты растений – агрохимии. С этой целью, в соответствии с постановлением главы государства, от 15 марта 2021 года было создано агентство по карантину и защите растений. Государственный орган ответственен за работу по агрохимическому анализу почв и контроль качества всех видов минеральных и микробиологических удобрений, определение скоординированных эффективных методов борьбы с вредными организмами, предупреждение проекновения и распространения их на территории республики, развитие системы клиник, растений и биолабораторий, наращивание научного, методического и образовательного потенциалов в обеспечении фитосанитарной безопасности, организацию системной переподготовки и повышения квалификации кадров сферы. За последние годы в этой области было внедрено 7 новых информационных систем и цифровизировано 40 направлений. Благодаря привлечению около 20 миллионов долларов грантовых средств от международных организаций и финансовых институтов были обновлены лаборатории и оборудование. Через стационарные и мобильные лаборатории проведен анализ почвы на площади 1 миллион 40 тысяч гектаров. На этой основе определены научно обоснованные нормы применения минеральных удобрений, которые были интегрированы в программу узагролаб.уз. Используя данные и рекомендации этой программы, фермеры повысили точность обработки полей и садов. Такие мероприятия играют важную роль в обеспечении качества и безопасности плода овощной продукции. На сегодняшний день получено 620 фитосанитарных разрешений для экспорта сельхозпродукции в 80 стран мира. В рамках системы GSP Plus было приведено в соответствии с международными требованиями 200 тысяч гектаров. В 2023 году экспорт в сельскохозяйственной сфере составил почти 2 миллиарда долларов. Однако экспортный потенциал значительно выше. 18 января этого года на видеоселекторном совещании по вопросам экспорта и промышленности также были определены меры в области овощеводства и плодоводства. В частности, перед агентством по карантину и защите растений была поставлена важнейшая задача организации выращивания экспортных культур и поиска новых потенциальных рынков. На сегодняшней презентации была представлена информация о текущей работе и планах. Один из проектов – мобильное предложение «Агрокумакчи», в котором можно получить полезную информацию о защите растений, услуги в этой области, советы по экспорту. Данное предложение содержит в себе такие полезные информации, как защита, то есть вредители, болезни, сорняки, какие могут быть последствия и как с ним бороться. Также есть тип услуг, перечень биолаборатории, клиника растений, лаборатория анализа почвы и феромонной ловушки. Также полезные информации, перечень пиститидов и минеральных удобрений. Также есть база данных семен, саженцев, также критерии регистрации, электронная библиотека, анализ почвы и тому подобное. Мобильная версия «Агрокумакчи» помогает нашим дирканским фермерским хозяйствам, начиная от посадки до правильного выращивания своих культур, а также использовать возможности экспорта. То есть диркани, фермерские хозяйства могут напрямую выходить и выходить на контакт с экспортером. А также обратная связь, то, что наши экспортеры будут иметь потенциал или возможности именно давать заказы нашим дирканским фермерским хозяйствам. Имеется возможность в любой точке нашей республики привлекать наших инспекторов в онлайн-режиме. Платформа «Азияэкспорт.СЕ» свяжет местных экспортеров с иностранными покупателями. Она будет содержать информацию не только о плодо-овощной продукции и сухофруктах, но и о соках, товарах для дома, кондитерских изделиях, текстиле, продукции кожевиной и фармацевтической отрасли. Также представлена информация о сотрудничестве агентства в рамках международной инновационной системы «Ефито Солюшн», через которую осуществляется обмен фитосанитарными сертификатами в электронном виде со 119 странами. В этом году планируется получить фитосанитарное разрешение на экспорт 24 видов продукции еще в 8 стран. В результате указанных решений в этом году планируется довести экспорт сельскохозяйственной продукции до 3,5 миллиардов долларов. Глава государства подчеркнул, что для этого необходимо расширить производство экспортоориентированной продукции и повысить информированность фермеров и дыхан. В этой сфере есть правовая база. Мы достигли соглашений со многими странами. Но экспортеры продают свою продукцию с трудом, поэтому необходимо создать постоянную площадку для диалога с экспортерами. Хакимам необходимо знакомить экспортеров с продукцией, выращиваемой в регионе, а послы с динамикой спроса и цен на внешних рынках, сказал Шавкят Мерзиёй. Агентством создана единая площадка для экспортеров, где все экспортеры плодовожной продукции будут представлены на одном едином электронном площадке. Нашим агентством будет продвигаться весь наш плодовожной потенциал в европейских странах, в странах Америки, в странах Японии, Кореи и в других странах. Данная площадка позволяет экспортерам вносить свою информацию о своей продукции, о сортировочных параметрах, калибровочных параметрах, а также виду упаковки и обязательно ценообразование. При этом необходимо отметить, что данная площадка даст очень огромный потенциал и возможности нашим экспортерам выходить на международные рынки. Президент уделил особое внимание упаковке фруктов и овощей. Она должна соответствовать международным стандартам, иметь современный дизайн. Тогда будут качества, национальный бренд и добавленная стоимость будет высокой. Поэтому необходимо научить экспортеров правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары, отметил глава государства. Подчеркнута важность системной работы по предотвращению попадания просроченной и некачественной продукции в экспортные поставки. В этой области также должна быть кластерная система. Необходимо на всех этапах, начиная от обучения и заканчивая посадкой культур, удобрением, сбором урожая и сортировкой обеспечить взаимосогласованность и высокое качество, сказал президент. Глава государства ознакомился с современной лабораторией агентства. Даны указания по совершенствованию научного потенциала лаборатории, освоению мировых научных достижений и быстрому внедрению их в соответствующие ведомства. Здесь же были продемонстрированы техника и оборудование, используемые в агрохимической системе. Отмечалось, что из-за рубежа завезены высокоэффективные энтомофаги для борьбы с вредными насекомыми. С участием опытных экспертов разработано руководство по выращиванию, хранению, упаковке и доставке каждого продукта. Создано 10 мобильных лабораторий. В этом году в регионах будет организовано еще 10 мобильных лабораторий, 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей. 344 упаковочных предприятий будут приведены в соответствии с международными фитосанитарными требованиями. Все процессы, связанные с обращением пестицидов, будут цифровизированы. И будет положен конец ввозу и нелегальной торговле некачественными пестицидами. Президент дал указания по повышению квалификации специалистов сферы и обеспечению доступности услуг агентства каждому фермеру и владельцу приусадебных участков. Словом, без внимания президента сегодня не остался ни один вопрос развития агентства, которое в конечном итоге, работая как часы, призвано обеспечить повышение качества сельхозпродукции, сделать процесс сертификации товаров оперативным и эффективным, а значит стать драйвером развития всей аграрной отрасли страны. Диалог на актуальную тему увеличения инвестиций и экспорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Общение с действующими в этих сферах предпринимателями был продолжен уже в формате видеоселекторного совещания. Лидерам страны ставились конкретные вопросы. Как повысить экспорт? Чем живут сегодня предприятия, поставляющие продукцию на внешние рынки? С какими проблемами сталкиваются? Цель – продолжить процессы трансформации сферы с учетом глубокого анализа конъюнктуры мирового рынка. Ситуации на местах. Задача по обеспечению продовольственной безопасности. Словом, с учетом требований времени. Так, чтобы обеспечить конкурентоспособность отрасли. Каждый гектар, каждый квадратный метр земельных наделов, будь то площади кластеров, фермеров, приусадебные и домашние хозяйства в Махалях, каждый раз, отмечает президент, должны приносить максимальную отдачу. В прошлом году в нашей стране выращено 23 миллиона тонн фруктов и овощей. А в пищевой промышленности произведено продукции на 86 триллионов сумм. По подсчетам, при таком объеме продукции можно было бы экспортировать на 5 миллиардов долларов. Однако этот показатель, как мы уже отмечали, не превысил и 2 миллиарда долларов. Из-за того, что министры и хакимы не смогли должным образом организовать работу. Не решили проблемы экспортеров. На заседании были детально проанализированы состав и география экспорта. В частности, в прошлом году было открыто более 10 новых рынков, таких как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Колумбия, Индонезия. А их общее число достигло 85. Однако 80% экспорта приходится только на рынке пяти стран. А доля 10 видов продукции в общем плодо-овощном экспорте составляет 60%. Ежегодно на поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции выделяется 700 миллиардов суммов. На увеличение производства 1 триллион суммов. Но результат не тот, что ожидался. Не в полном объеме используются возможности 1 миллиона гектаров, высвободившихся из-под зерна площадей. 508 тысяч гектаров приусадебных участков, 260 тысяч гектаров распределенных среди населения земель. Некоторые регионы вообще не экспортировали фрукты и овощи. Планируется, что в этом году экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции достигнет 3,5 миллиардов долларов. Главное, что государство подчеркнул готовность рассмотреть, какие еще условия для этого необходимы. Контроль над инфляцией обеспечить нестабильность валюты неразрывно связаны с экспортом. Если мы не будем расширять экспортные возможности, наряду с производством многих видов продукции, результат будет не таким, как ожидалось, сказал главный шоу государства. В работе видеоселектора приняли участие предприниматели, экспортеры и представители логистических предприятий. Глава государства пообщался с ними. Это был открытый конструктивный диалог, направленный на совместный поиск новых точек роста. Решение имеющихся проблем. Представители сферы озвучили свои предложения. Как сделать работу еще более эффективнее. Руководитель страны многие из них поддержал. То есть налицо была четкая обратная связь. В частности, поддержаны инициативы по передаче под управление предпринимателей торговых домов в Японии, Германии, Венгрии, Польше, Испании, США и Казахстане. А еще открытие торговых домов в крупных портовых городах, таких как Мерсин, Роттердам, Циндао, Клайпеда, Доха. Недавно в центре агросервис в Уртучерчихском районе открылась первая частная лаборатория, прошедшая международную аккредитацию. В этом году за счет инвестиций в 8 миллионов долларов подобные современные лаборатории будут запущены в Зангиатинском районе, городах Фергане и Самарканде. В Ташкенте будет создана референс-лаборатория, а работа частных будет обеспечена в соответствии с международными стандартами. 12 миллионов долларов привлеченных средств Всемирного банка будут направлены на эту работу. Отныне международно признанные реагенты будут освобождены от импортных пошлин. На них не потребуется получать обязательный экологический сертификат. Ответственным лицам поручено провести международную аккредитацию других лабораторий, изучить национальные требования зарубежных стран к качеству фруктов и овощей и донести данную информацию до экспортеров нашей страны. Отмечено на видеоселекторе и то, что важно пересмотреть систему участия в международных выставках. Она будет основана на рейтинге предпринимателей. Для бизнесменов с высоким и средним рейтингом стоимость участия в выставках будет оплачиваться на 100% вперед. Тем, кто имеет более низкий рейтинг, будет возмещено 50% стоимости после предоставления документа, подтверждающего их участие в выставке. Проблема, которая беспокоит многие предприятия-экспортеры – это оборотный капитал. В этом году на эти цели из Банка развития бизнеса будет выделено полтора триллиона сумм. За счет данных средств компании-экспортеры получат льготные кредиты в размере до 50% от суммы договора с фермером и складом. Кредиты будут предоставляться сроком на полтора года с льготным периодом 6 месяцев по ставке 18%. Известно, что фрукты и овощи портятся и теряют в качестве быстрее, чем промышленная продукция. Поэтому в зависимости от вида товара размер потерь будет определяться до 10%. Грузовые рефрижераторные контейнеры будут приобретены для продуктов, которые необходимо доставить при одной температуре. Таких как свежие фрукты, соки, кондитерские изделия, варенье и джемы. Особое внимание отмечалось на видеоселекторе. Следует также уделять упаковке, чтобы уменьшить естественные потери и ухудшение качества. В этом направлении была подчеркнута важность создания современного предприятия и привлечения опытных дизайнеров. На приусадебных участках и других наделах населением выращиваются разнообразные фрукты и овощи. Есть много поставщиков, которые покупают их за наличные и готовят к экспорту. Теперь они будут работать как самозанятые лица и освобождены от всех налогов, независимо от своего оборота. На видеоселекторе также были детально проанализированы возможности пищевой промышленности. В этом году планируется произвести продукцию на сумму не менее 100 триллионов суммов и экспортировать на 1 миллиард долларов. А в рамках региональных программ запустить 528 проектов на сумму 833 миллиона долларов. Банкам выделено 310 миллионов долларов для направления средств на проекты в этой сфере. Отмечено, что благодаря данным мерам есть возможность увеличить экспорт готовых продуктов питания до 200 миллионов долларов. На основании обсужденных на заседании вопросов принято решение о создании комиссии по экспорту фруктов, овощей и продовольствия под руководством премьер-министра. Также будет подготовлена трехлетняя программа, которая охватит всю цепочку, начиная с посадки, хранения, упаковку, переработку и реализацию продукции. Будут приняты меры по поддержке 2362 предприятий, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции и расширению их рядов. С экспортерами будет создана постоянно диалоговая платформа, на которой будет проходить обмен информацией о наличии продукции в регионах, спросе и ценах на внешнем рынке. По озвученным на видеоселекторе президентом инициативам, механизмам их реализации выступили ответственные лица сферы.